Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-мэру Владивостока. Судебная коллегия не прислушалась к доводам защитников Игоря Пушкарева. Защита обжалует решение Мосгорсуда в кратчайшие сроки. 4 октября заседание продолжалось более 8 часов, после чего суд удалился в совещательную комнату. Пробыв не менее часа, судьи Елена Иванова, Юлия Манеркина и Елена Лаврова вернулись в зал судебного заседания с определением приговор Тверского районного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Напомню, Мосгорсуд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы 3 октября. Заседание длилось почти 9 часов. Суд выслушал двухчасовую речь Игоря Пушкарева, однако не успел выслушать все доводы защиты и перенес рассмотрение на следующий день. 4 октября заседание продолжилось. Игорь Пушкарев выступил с заключительным словом. Информационное агентство ВладНьюс ввело текстовую онлайн-трансляцию из зала суда. Суд не вынес решение по принципу правосудия, уверена защита. Хочу напомнить, что назначением правосудия является защита прав человека и гражданина. Если мы ведем речь о деле Пушкарева Игоря Сергеевича, то суд в отношении Пушкарева первой апелляционной инстанции был, но правосудия, к сожалению, не было. Апелляционная коллегия оставила приговор без изменений. Суд постановил, что Пушкарев воспользовался своим служебным положением и получил денежное вознаграждение в виде взятки в особо крупном размере. Судья признал Игоря Пушкарева виновным и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Андрея Пушкарева суд приговорил к 8 годам условно с испытательным сроком 5 лет и штрафу в 500 миллионов рублей. Андрея Лушникова к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Конечно, мы с приговором в любом случае будем не согласны. Я как адвокат и по-человечески я целиком уверен в невиновности Игоря Сергеевича Пушкарева. Я не понимаю, чем обусловлена такая суровость и жесткость выносимых судебных актов. Для чего это делается, не знаю, возможно, показательно, но я не вижу для этого вот таких вот серьезных законных оснований. Абсурд этой истории состоит в том, что Пушкареву вменяется взятка, которую он дал, по сути дела, сам себе. Из тех дивидендов, которые он получил от деятельности своих обществ, он, по сути дела, взял деньги. Ну, как обычный человек, ведущий, имеющий какие-то юридические лица. И эти дивиденды, его личные, это, в общем-то, взятка. Поэтому это урок всем на будущее. Если вы ходите из какого-то общества, но в дальнейшем отдаете его кому-то, но получаете от него денежные средства, любому человеку получается такая взятка, может быть, в дальнейшем вменена, если он будет совмещать государственную или муниципальную службу с ведением бизнеса. Правомерный вопрос, был ли ущерб. Адвокат поясняет, что есть все доказательства, что Игорь Пушкарев вкладывал в город немалые собственные средства. Игорь Сергеевич Пушкарев вложил в город большое количество своих собственных личных денежных средств, которые были получены от его группы компаний. Он финансировал, он субсидировал этот город. Перед ним стояла задача отстроить город перед самиментом АТЭС. Да он это сделал. Он превратил Владивосток в тот город, в который приезжает международная делегация, в которой не стыдно пригласить зарубежных гостей. Это его личные денежные средства. Он в зале судебного заседания сам сказал. Я вложил эти деньги в город осознанно. Это мой дайвдар городу. Я понимаю, что как чиновник я несу социальную ответственность. Для меня это в неком смысле социальный проект. Это мой дар городу. Я понимаю, что как бизнесмен и как мэр я должен был это сделать. Я это сделал. Адвокаты намерены обжаловать решение Мосгорсуда от 4 октября по делу Игоря Пушкарева в кратчайшие сроки в Верховном суде. Информационное агентство ВладНьюс выложило на своей странице в сети текстовые онлайн-трансляции с зала суда по двум дням заседания. Они в свободном доступе и с ними можно ознакомиться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...